ВЕСТИ ДАГЕСТАН Сегодня в Сочи продолжит свою работу российский инвестиционный форум. В его работе участвует председатель правительства Дагестана Артем Сдунов. Форум «Сочи-2018» – это современная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России, конструктивного диалога бизнеса и власти, созданная при поддержке правительства Российской Федерации для обсуждения перспектив инвестиционного и инновационного будущего страны. В мероприятии традиционно участвуют практически все регионы страны и крупнейшие российские компании, что позволяет вести прямой диалог бизнеса и власти. В рамках форума Артем Сдунов намерен встретиться с руководителями ряда федеральных ведомств и крупных бизнес-структур. Он также примет участие в панельных дискуссиях Сочинского форума. Также будет подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между Агентством по предпринимательству и инвестициями Дагестана, машиностроительным кластером Татарстана и Ассоциацией некоммерческое партнерство «Камский инновационный территориально-производственный кластер Инокам». Отмечу также, что наша республика на Сочинском форуме представляет три инвестиционных проекта. Это создание «Тосер Каспийск», курорт «Матлас» и пятизвездочный гостиничный комплекс «Каспий-Плаза». Исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев встретился с президентом Общероссийской общественной организации «Федерация спортивной борьбы России» Михаила Мамиашвили и вице-президентом Международной федерации «Объединенный мир борьбы Европа» Георгием Брюсовым. В преддверии чемпионата Европы по спортивной борьбе, который пройдет в Каспийске уже весной этого года, участники встречи обсудили ход подготовки к спортивному мероприятию. В том числе обговорены вопросы логистики, запуска дополнительных авиарейсов, комплексного обеспечения безопасности участников турнира и другие детали организации чемпионата. По словам Владимира Васильева, в этом году перед республикой стоит сложная и ответственная задача – это успешное проведение чемпионата Европы по спортивной борьбе. При этом руководитель региона особо отметил, что соревнования такого уровня впервые проводятся не только в Дагестане, но и во всем Северокавказском федеральном округе. «Для нас это честь и ответственность, поэтому я хотел бы всем уже присутствующим сказать спасибо за то, что уже сделали. При этом то доверие, которое нам оказала Федерация спортивной борьбы России, мы оправдаем. Думаю, что не случайно местом проведения чемпионата по спортивной борьбе выбрана наша республика. Мы знаем и гордимся тем, что имена дагестанских борцов Али Алиева, Заголава, Абдул-Абекова, Владимира Юмина, Буйвасара, Сайтеева, Мавлета, Батырова, Абдул-Аршида, Садулаева и других чемпионов мира, призеров Олимпийских игр и Европы – хорошо известная, любимая и почитаемая в нашей республике. Подтверждением этого является и блестящее выступление дагестанских спортсменов на 19-м международном турнире по вольной борьбе среди мужчин и женщин Гран-при Ивана Ерыгина. Приятно, что в Красноярске дагестанские спортсмены завоевали 11 медалей, из них 7 золотых, 4 серебря. Хочу пожелать сборной команде России по вольной борьбе успешного выступления на чемпионате. И, конечно же, мы надеемся на то, что педесталы будут представлены нашими борцами. На сегодняшний день подготовка к масштабному мероприятию ведется в штатном режиме согласно дорожной карте. Во Дворце спорта и молодежи имени Али Алиева, где и планируется провести международные соревнования, завершены работы по увеличению площади разминочного зала, продолжается реконструкция ВИП-трибуны, трибуны для арбитров и представителей СМИ. Определены основные гостиничные комплексы для размещения участников турнира, судей, делегатов Международной федерации борьбы, журналистов и приглашенных. Прошли отбор 250 волонтеров и 40 студентов, владеющих английским и французским языками для работы в качестве переводчиков. Михаил Мамиашвили высказал пожелание, чтобы все ответственные лица, задействованные в значимом событии, предприняли самые динамичные шаги в целях реализации поставленных задач. При любой реализации любых задач, тем более такой глобальной, на которую мы взяли все вместе на себя ответственность, сделать так, чтобы показать действительно Россию, Северный Кавказ и Дагестан вот таким, каким мы хотели бы, чтобы его увидели. Для Северного Кавказа, для Дагестана это не просто спорт, а часть социума, который действительно есть в генетике народа. Это и гордость, это и возможность социального лифта, это и возможность самореализации. И, конечно, это то, что является неким генетическим кодом народа. Да, ну и брендом это, конечно. Председатель Народного Собрания Дагестана Хизриших Саидов принял участие в республиканском празднике русской культуры Масленица в Махачкале. На площадке перед русским театром была организована блинная ярмарка. В фойе театра дети в русских национальных нарядах пели и танцевали. Хизриших Саидов поздравил участников праздника и отметил, что Масленица приносит людям радость. В этот день люди общаются друг с другом, прощают обиды и желают всего самого доброго. Сегодня в республике стартует республиканская акция «Дни добрых дел», организованная Министерством по делам молодежи. С 16 по 18 февраля в городах и селах республики с участием молодежи будут проведены экологические акции по уборке и благоустройству территории. Состоятся посещения ветеранов Великой Отечественной войны и социальных учреждений, а также акции по сдаче крови и другие мероприятия социальной направленности. Общее число задействованных волонтеров составит порядка 3 тысяч человек. За это время пройдет более 80 акций, которые охватят почти 14 тысяч человек. Акция «Дни добрых дел» проводится в целях популяризации идей, ценностей, практики добровольчества, активизации созидательного добровольческого потенциала, вовлечения молодежи в социальную практику и приурочена к объявленному в Российской Федерации году добровольцев. Дагестанское радио. Понятно каждому. Завтра в Пэри инновации пройдет мастер-класс «Инстаграм-инструмент для продвижения бизнеса и личного бренда». Образовательный квест, посвященный третьему региональному дагестанскому чемпионату «Молодые профессионалы», состоится в Махачкале с 27 февраля по 2 марта. Цель организаторов квеста, которыми являются Координационный центр движения WorldSkills Russia в Дагестане и Министерство труда и социального развития – привлечение дагестанской молодежи к движению WorldSkills. К участию в квесте призываются молодые люди от 16 до 25 лет, которые соберут команды из трех человек. В Театре поэзии продолжаются мероприятия недели Табасаранской поэтической, театральной и музыкальной культуры. Сегодня в 16 часов – музыкально-поэтический вечер, музыка Касума Магомедова. 17 февраля в Русском театре показ спектакля «Отель двух миров». Это история о тайне, сокрытой от живущих в этом мире завесой космической пыли. Здесь все та же жизнь с выяснениями отношений и чувствами. Разница лишь в том, что каждый из постояльцев в любой момент может исчезнуть. Радио России. Дагестан. Спорт. Экс-чемпион мира в тяжелом весе дагестанский боксер-профессионал Султан Ибрагимов отмечен статуэткой и дипломом ежегодной национальной премии «Звезда бокса» в Москве. Напомню, национальная премия «Звезда бокса» была создана для чествования героев современного бокса и легенд большого ринга прошлых лет. С момента своего основания, а это в 1914 году, «Звезда бокса» показала востребованность среди российских чемпионов, тренеров, спортивных функционеров и любителей бокса. В этом году статуэтки получили 13 номинантов. Радио России. Дагестан. Погода. По сообщению синоптиков, сегодня по районам республики без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 13-18. В горных районах юго-западные 6-11 метров в секунду. Температура до одного тепла. По приморским районам 3-8 тепла. В горах 0-5, местами до плюс 9. В Махачкале сегодня без осадков. Ветер юго-восточный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха 4-6 тепла. На этом наш информационный выпуск завершен. Мы следим за развитием событий. Хорошего дня и всего доброго. В эфире Радио России. Дагестан.